Как мы держим гусей. У нас гуси живут в природной среде. Смотрите стадо. Стадо уже развитие. Как видите, искусственный, не искусственный. После зимы остался такой водоем. Раньше тут вообще говорят, рыба даже водилась. По самому верха была залита водой здесь. Сейчас на дне. Но, тем не менее, им хватает вполне. Утром выстраиваются в шеренгу и идут сюда. Тут, наверное, до дому им с полкилометра точно идти. Метров 300, может. И вот посмотрите, насколько тут все у них хорошо устроено. Гуси не боятся птицу. Как ее называют? Ну, та, которая охотится. Или как она называется? Птицы, птицы. Орлы, окопчики. Короче, они отбиваются. Не было сейчас случаев, чтобы их кто-то смотрит. То же самое с этими самыми листами. Там вся вот эта вот, вся эта дикая природа их обходит стороной. Ну, по себе знаю, кусаются они больно. Характер их мерзкий. А он, кстати, идет, видишь, он покрывается сразу. Только виду видят воду, и начинается вот так гордо. Раньше, ну, вот, если нету возможности водоема, мы прямо в колюжах. Это как бы там, да, у них обязательный атрибут для того, чтобы они нормально, яйцо было обводотворенное. Что я хочу отметить? До этого, когда не было возможности вот так вот по... Зима-весна, им нормально водички, им тоже было. А процентов водоемов в почвах, процентов все будет больше. Сейчас, чтобы не сбрыхать, до процентов 85-90. Поэтому вода имеет огромное значение. Вот видите, как у них там, ну, там, белое котло, хороо, прачное. Если нет доступа к воде, то получить яйцо нормальное вряд ли получится. Ну, именно инкубационное, чтобы было заплитнено нормально. Если есть доступ к воде, возможность им вот так вот покувыркаться, то, поверьте, это основное, так скажем, одно из первостепенных условий для нормального инкубационного яйца. Когда стадо большое, они между собой, у них нет близкородственного перекрестных связей, ну, меньше получается. Я, чтобы, видите, одни белые, одни серые, я брал из разных мест раза три или четыре. И цыплятами брал, и яйцами. И из-за этого получается сейчас мало отхода в плане уродов мало рождается. Ну, гусята рождаются нормальное яйцо, в принципе, нормально. Продавали в том, что инкубационное яйцо, люди бы несколько раз брали, заказывали. Получается, показатель того, что яйцо хорошее. Звонили и говорит, женщина звонит, говорит, у нас права уже еще не сможет взять, в последний раз, и я говорю, да, она говорит, вот брали в другом месте. Да вообще, там, без сотни яиц, буквально там десяток. У вас их были все, как бы, с завода, при этом, что он уехал еще дней пять по новой почте, и то все нормально с ними. Ну, в общем, сезон получения кубационного яйца начался, поэтому вода, вода, как можно больше воды. И яйцо будет отличное. Ну, и плюс, соответственно, они там едят, мордовошек каких-то червячков, подолбали тут все, плюс крова уже появляться начало. Поэтому, ну, это все очень хорошо, потому что на одном хлебе тяжко, а не такие хищники те еще, да, раздери, понимаете, кого хочешь. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Скоро начнем торговать инкубационным яйцом. Ой, всего доброго.